Вас приветствует команда Ведопульс, прибора номер один для здоровья и общения. И сегодня мы продолжаем цикл ознакомления с меридианами, с канально-меридианальной системой и будем разбирать энергетическую структуру канала желчного пузыря. Начинаем наш вебинар. Желчный пузырь мы будем разбирать уже по стандартной схеме. Вы узнаете основные характеристики, проекционные зоны и функциональное применение данной системы. Рассмотрим основные точки силы канала желчного пузыря. И как всегда в завершение практическая методика прохождения этого канала. Канал желчного пузыря по-китайски называется Цзу Шаоян Дань Цзин. Цзу обозначает, что он ножной. Шаоян показывает принадлежность к средней оси Ян. Цзань – это, собственно, название желчного пузыря по-китайски. Ну и иероглифом Цзин, завершающим иероглифом, обозначается сама канально-меридианальная система. Канал достаточно большой, один из самых длинных. На нем находятся 44 точки. И они по телу размещены неравномерно. Первые 20 точек находятся на голове. Оставшиеся точки равномерно распределены по туловищу. И канал заканчивается на ноге, на наружной стороне у четвертого пальчика стопы. Такое обилие точек в области головы, 20 биологически активных точек, указывает на связь этих точек с функциями головы, с мозговым кровообращением и с возможностью влиять на волю человека, укреплять ее и делать человека более решительным. Эти точки вы можете проверить у себя самостоятельно. В основном относятся к этому точки, находящиеся на волосистой части головы. Вы можете поискать эти биологически активные точки самостоятельно. И как бы проходить линии канала желчного пузыря по голове. И в этих местах немного сдвигать кожу. Кожа скальпа во всех местах должна хорошо сдвигаться. Если этого не происходит, это говорит о локальном спазме мышечном. На уровне энергетики это блокирование движения циркуляции энергии. Ну и на физическом в этом же месте ухудшен кровоток. И если мы будем легонечко сдвигать скальп, можно взять себя за волосы немножко потянуть, то все эти манипуляции будут снимать как физическое блокирование, так и энергетическое блокирование в этом месте. И если вам необходим приток крови к голове, чтобы голова заработала ясней и четче, то регулярно делайте вот такие движения в проекции канала желчного пузыря. Сам канал относится к системе Шао-Ян. К одной из трех янских систем. Напоминаю вам, что система шести гармоний, где все меридианы объединены по парам, она является защитником нашего организма от внешних патогенных влияний. И если внешние влияния прошли первый барьер Тайян, к которому относятся каналы тонкой кишки и мочевого пузыря, то следующим на защиту встает Шао-Ян. Это комбинация меридианов желчного пузыря и тройного обогревателя, о котором мы говорили совсем недавно. И эти два защитника останавливают внешнее воздействие за счет мышечного спазма, за счет ухудшения кровообращения в каком-то месте. И если говорить о тройном обогревателе, то происходит определенное изменение гормонов и нейромедиаторов в нашем организме. После того, как защита прошла успешно, организм должен расслабиться и вернуть это все на место. Но особенность человека состоит в том, что наша голова в каких-то делах нам помогает, а в каких-то мешает. И в частности остается вот эта вот реакция после действия. Все животные, когда они побывали в стрессе, связанном с выживанием, как только внешняя угроза уходит, все вот эти защитные реакции автоматически уходят. И у животных нет остаточного напряжения. У человека, наоборот, это остаточное напряжение самостоятельно не уходит. И снимать его надо каждому человеку. И это можно сделать как раз за счет проработки меридианов желчного пузыря и тройного обогревателя. Как проходить тройной обогреватель, вы уже знаете из предыдущей лекции. Сегодня мы рассмотрим желчный пузырь. Это один из очень важных меридианов. И несмотря на то, что в европейской культуре считается, ну что такое желчный пузырь, это просто мешочек, собирающий желчь. Но в китайской культуре отношение к желчному пузырю абсолютно другое. И мы все эти нюансы будем сегодня с вами рассматривать. Первый нюанс состоит в том, что желчный пузырь относится к элементу дерева. И это именно янская часть элемента дерева. А если вы вспомните систему усин, то вы, конечно же, знаете, что с элемента дерева, с янской его части, начинаются все проявленные, так скажем, все проявления материального мира вообще во Вселенной, в нашем теле и в окружающем пространстве. И именно вот это проявление, материализация любого действия, первый импульс для любого действия, все это зависит именно от элемента дерева. И первый импульс – это янская часть элемента дерева. То есть это работа желчного пузыря. И именно как работает желчный пузырь, в какой энергетике он находится, есть блокады движения энергии или нет, по желчному пузырю очень много зависит. И это подтверждается не только в традиционной китайской медицине, это подтверждается в современных исследованиях европейских ученых, занимающих холистической медициной. Считается, что дисбаланс желчного пузыря, как органа, наблюдается при 90% любых заболеваний, даже напрямую и не связанных с органами пищеварениями и состоянии печени. Если у нас есть дисбаланс по желчевыведению, а это в первую очередь отражается физически на работе кишечника, на нашем желании утром покушать, подвигаться вообще на характеристиках нашего физического тела, таких как быстрота, координация движений, наша гибкость, растянутость, это все входит в функции данной энергетической системы. И также в русской традиции есть такие практики, как правка живота. И правка живота начинается именно с работы с желчным пузырем. Когда нормальное идет отхождение желчи, это постоянные импульсы к началу многих обменных процессов в организме. И если вот этого первого импульса нет, то все организмы, то есть все виды обмена веществ, которые идут у нас циклически, вот эта цикличность их сбивается, она становится неравномерная. Вот за это все отвечает в том числе канал желчного пузыря. Именно он дает сигнал к началу всему. И это происходит как в дневном цикле, так и в годовом цикле. И я обращаю ваше внимание, что всегда начинайте, диагностируйте, обращайте внимание на состояние желчного пузыря. Если в нем есть какой-то дисбаланс, нормализуйте этот дисбаланс, устраните этот дисбаланс, и вы увидите, как меняется очень много в организме. Тут поступил вопрос в чат. Как нормализовать отток крови от головы? Вены в шее от головы сужены. Ну, так скажем, вены сужены не бывают, артерии бывают сужены, а вены нет. Бывает венозный застой. Венозный застой в области головы, это говорит очень часто о нестабильности шейного отдела позвоночника. И самое лучшее, что вы можете сделать, это начать ходить в бассейн. И для этого надо плавать. Но раз уже нарушен отток в области головы, надо обязательно плавать либо под водой с маской, либо плавать на спине, чтобы шея не переразгибалась. сгибалась. Вот. И время от общего плавания на спине должно составлять не менее 30%. Лучше можно доводить и до половины всего плавания, это плавание на спине. И обязательно, когда вы заканчиваете плавать, вы должны поплавать именно на спине, чтобы голова не была переразогнута. из рекомендаций самые лучшие точки это 20-я точка по каналу желчного пузыря. То есть она находится как раз в той области, где идет основное блокирование венозному оттоку. Я про эту точку неоднократно рассказывал, когда мы говорили о поднятии иммунитета. я рассказывал о простудных заболеваниях. То есть эта точка очень многоплановая и в том числе она восстанавливает венозный отток. И поступил второй вопрос отсутствие желчного пузыря и работа канала. Я думаю, что подразумевается это хирургическое удаление желчного пузыря. Здесь два момента. После любого хирургического вмешательства энергетическая структура восстанавливается у кого-то за месяц, у кого-то может растянуться на три и даже на шесть месяцев. Как вы можете это определить? Первое это по состоянию швов. Какой бы ни было хирургическое вмешательство, все равно шов останется. Если классическое воздействие, там большой шов, если воздействие из мини-доступа, так называют этой хирурги, там шов визуально поменьше, хирурги так делают свои разрезы, что большим, хоть большим швом, хоть маленьким швом, они пересекают минимум от трех до пяти каналов. И это все влияет на энергетику. То есть через примерно месяц шов должен быть не спаян с подлежащими тканями. Если вы его подвигаете, вот ну так же как вот я рассказывал про кожу скальпа, вот так же шовчик должен быть подвижным. Чтобы подвижность была сразу хорошая, там советуйте своим родственникам или вдруг вам предстоит какая-то операция, без разницы на каком месте, но желчного пузыря это касается в первую очередь. Это одна из самых частых операций. Обязательно после операций с первых же дней должно быть физиотерапевтическое воздействие по нормальному заживлению. К сожалению, в Российской Федерации этого в стандартах нет. Считается, что это не нужно, но это глубокое заблуждение. Сами настаивайте, говорите своим родственникам, и чтобы не развился спаечный процесс, необходимо оказать физиовоздействие. То есть в зависимости от того, что есть в медучреждении, самое простое это магнитотерапия. она возможна с первого уже дня после операции. Также применяется ультразвук. Есть специальные методики у физиотерапевтов. Это все обеспечивает остановку развития соединительной ткани и нормальное состояние всех подлежащих тканей. То есть все срастается без излишнего разрастания соединительной ткани. Если у вас либо у родственников уже давно произошла операция и вы трогаете шов и он связан с подлежащими тканями, то этот шов надо восстанавливать. Самый простой метод это посмотреть как проходят каналы, взять золотинку, обыкновенную фольгу, нарезать такие полосочки и прикрепить их через шов в направлении как идет канал. Вот эти физиотерапевтические методики они доступны и в домашних условиях. То есть проконсультируйтесь с физиотерапевтами. Эти методики достаточно стандартные. Есть аппараты для домашнего использования для магнитотерапии. Ну самый простой называется магнитер аппаратик. Раньше он стоил что-то в районе цены постоянно меняются. То есть было и 3 тысячи. Сейчас я думаю где-то около 5 тысяч стоит. Но это полезный аппаратик для домашнего использования. Также уже через неделю после операции можно применять цветотерапию, использовать светодиодные аппараты, можно использовать то, что у нас есть в приложении. Это приложение КвантМед. Брать рецепт по дискинезии желчевыводящих путей и местно обязательно еще воздействовать на сам шовчик. Он будет хорошим и подвижным. Также спросили а если давайте я сначала закончу с операцией. Вот вам сделали операцию и вы смотрите по видопульсу через месяц. Если энергетика в самом желчном пузыре в канале восстановилась, то есть она находится в зеленой зоне, то система восстановлена. Если там в красной зоне это значит есть скрытое воспаление и скорее всего разовьется соединительная ткань и будет спаечный процесс в этом месте. Это надо работать в первую очередь это воздействие физиотерапевтическое. Если недостаток энергии это говорит о том, что хирургическое вмешательство повредило вот эти энергетические структуры, у вас скорее всего очень мало вообще энергии и энергия плохо проходит в этом месте. То есть здесь уже больше точечное воздействие должно быть и воздействие по восстановлению проходимости. Если вообще в принципе наблюдается перегиб желчного пузыря, это наличие дискинезии желчевыводящих путей, надо соблюдать режим дня, делать обязательные физические нагрузки и принимать периодически желчегонные и отслеживать свой стул. Кишечник должен работать ежедневно и этот перегиб он может уходить. Если там есть соединительно-тканная перетяжка, с ней справиться сложнее, но если регулярно несколько лет применять травы, гомеопатию, физиопроцедуры, то бывают случаи даже и перетяжки уходят. То есть это лишний повод постоянно заниматься желчным пузырем. Курсовое лечение не менее четырех раз в год. Это по самому желчному пузырю. и запомните следующее, что какая бы операция ни была, хирурги работают на физическом уровне. Энергетический уровень хирурги удалить не могут. Наш аппарат видопульс показывает энергетический уровень. Над этим хирургия не властна. Это именно энергетическая структура. Она может страдать и быть практически полностью разрушена и еще уже в тот момент, когда не наблюдается разрушение физически. То есть часто бывают определенные параллели между физикой и энергетикой, но они не всегда присутствуют. И изменения энергетические могут сказаться и на другом физическом органе. Об этом всегда помните. И сначала начинаются энергетические изменения, потом физические. И многие также спрашивают, а вот у меня там физический непорядок в желчном пузыре, аппарат показывает, что все хорошо. Да, возможно. В этом случае физический желчный пузырь страдает из-за дисбаланса в других меридианах. Мы с вами неоднократно говорили о связях между меридианами и страдает какой-то меридиан по этим связям. То есть в первую очередь это может быть меридиан печени, также это может быть из-за состояния предыдущих меридианов, либо может быть реализовано связь по звезде между толстой кишкой и желудком. Также могут быть связи и по большому кругу циркуляции энергии и связи внутри ДОЖ. По системе ДОЖ желчный пузырь относится к категории ПИТа и он связан не только как и в китайской системе с печенью но и с другой парой меридианов, ПИТа это каналом сердца и каналом тонкой кишки. Также существуют связи по пульсовой диагностике муж-жена, желчный пузырь является мужем, а женой желчного пузыря является канал желудка. Вот это основные связи. и любой из только что перечисленных органов может давать взаимодействие. И именно поэтому рефлексотерапия и воздействие на точки является достаточно сложным моментом, потому что надо усвоить эти алгоритмы и по нашей раскладке меридианов сразу включаться и видеть вот эти все взаимодействия. Это все приходит конечно с опытом. Какие же функции выполняет канал желчного пузыря? Давайте подведем такой итог. Китайцы называют канал желчного пузыря генералом поддерживающим внутреннюю частоту. эта система она обладает функцией очистки завалов канальной системы. То есть именно с точек желчного пузыря можно восстановить и прочистить блок в любом меридиане. И мы смотрели, что есть блоки в каналах и если непосредственной работе на каком-то канале не удается исправить этот блок, он остается заблокированным, тогда надо использовать точки канала желчного пузыря. И можно использовать как раз точку противоболевую, Сеточку, которая восстанавливает прохождение. Сеточка канала желчного пузыря влияет на весь организм. Именно потому, что желчный пузырь это генерал, поддерживающий внутреннюю чистоту. Канал желчного пузыря один из главных, который заведует опусканием энергии яйцы. В этом отношении он солидарен с каналом мочевого пузыря. Мочевой пузырь тоже опускает энергию яйцы. желчный пузырь управляет желчеобразованием и желчевыделением, руководит мышцами и движениями в конечностях, влияет на зрение нервную, пищевую, репродуктивную. Все системы, которые есть у человека, эта энергетическая система влияет по очень простому принципу, что это импульс к запуску работы всех систем. Если этот импульс нарушен, все другие циклы будут нарушены. Это все связано с биоритмологией. И именно желчный пузырь это тот ключик, который запускает биоритмы. И именно поэтому первый из 60 биоритмов он связан именно с каналом желчного пузыря. Также желчный пузырь управляет мозговым кровообращением, волевыми процессами и подкорковыми структурами. Вот это все эти пункты, они завязаны на точках, расположенные в области головы. и управление волевыми процессами активно применяются и вот эти точки на голове применяются как массаж, так и другое воздействие при алкоголизме, наркоманиях и прочих маниях и депрессиях. Это все состояние, когда воля находится в неоптимальном состоянии. канал желчного пузыря отвечает за принятие решений, связан с краткосрочными задачами, дает энергию для внедрения планов в жизнь. То есть у него очень выражен психоэмоциональный момент. И в первую очередь это проявляется через работу точек пяти элементов. сам канал открывается в глаза, то есть его первая точка находится рядом с глазом. Зеркалом канала являются наши ногти и эластичность сухожилий. То есть насколько мы растянуты, настолько хорошо функционирует наш желчный пузырь. эластичность сухожилий она напрямую связана с продолжительностью нашей жизни. Есть такая наука геронтология, наука о старости, о старении. И самой лучшей школой геронтологии была именно российская школа до развала Советского Союза. И в Советском Союзе самая сильная из школ она была киевской. И вот в Киеве разработали самую лучшую систему оценки предстоящей ну то, что сейчас называется как бы продолжительностью жизни и биологическим возрастом. все вы наверняка слышали, очень часто и по телевизору в последнее время показывают различные методики определения биологического возраста. Вот ту методику, что была разработана в Киевской школе геронтологии, она признана во всем мире золотым стандартом в области геронтологии и никто до сих пор лучших коэффициентов не придумал. К чему это я все рассказываю? А к тому, что самым большим показателем, который вносит вклад в биологический возраст, является один тест. Он выполняется следующим образом. Вам надо сесть на пол и сгибаться таким образом, чтобы вы пальчиками двигались по полу вдоль ног. И нормой именно для вашего возраста, для каждого возраста норма одинаковая. Вы таким образом должны достать своих пяточек. физически делается так. У края пятки ложится линейка, вы садитесь, коленочки прижаты к полу, не согнутые, и таким образом пытаетесь достать пальчиками линейки. Если вот это происходит, то с вероятностью более 80% ваш биологический возраст совпадает с вашим паспортным возрастом. Если вы способны пальчиками достать дальше этой линии, это говорит о том, что ваш биологический возраст меньше, то есть вы моложе и здоровее вашего паспортного возраста. И за этот параметр отвечает в том числе канал желчного пузыря. Вкус относящийся к данной системе это кислый, эмоция это гнев, психическое проявление это резкость, импульсивность, изменчивость и наша воля. Вот такие достаточно разнообразные показатели относятся к каналу желчного пузыря и через его точки на них можно влиять. И сейчас мы переходим к основным точкам, к точкам пяти элементов. Разберем точки силы канала желчного пузыря. Это одиннадцатый канал относится к категории Ян. для него конечная точка на пальчиках стопы это точка Шу-1 относится к металлу. Предпоследняя точка это элемент вода и она для канала является тонизирующая. Точка Шу-3 это сорок первая точка вот обратите внимание это единственное исключение среди 12 меридианов. Все другие меридианы если брать точки по категории Шу-1 2 3 5 то первые три точки они идут подряд от кончиков пальцев. Либо в прямой последовательности либо в обратной последовательности. У канала желчного пузыря мы видим пропуск одной точки. Это является исключением. То есть во всех каналах точки идут по очереди. То есть если мы бы запоминали по этому правилу то точка Шу-3 должна быть сорок вторая. но это единственное исключение. На это обратите внимание. Точка Шу-3 относящаяся к Юане это сороковая точка. Тридцать восьмая точка она седативная для канала это элемент огонь. К элементу земля относится тридцать четвертая точка. Противоболевая точка точка С щель для канала и как я уже вам рассказал для всего организма это ВБ-36 но она больше обладает не противоболевым действием но именно как боль снимает а для прочищения всех каналов именно важна вот эта точка точка Ло это тридцать седьмая связана с каналом печени через третью биологически активную точку точке Шу и Мо это В-19 и точка Мо находится на собственном канале это двадцать четвертая точка и сейчас мы вот эти основные точки рассмотрим каждую по очереди начнем с точечки на пальчиках и от них мы пойдем вверх конечная точка она сорок четвертая называется Цзю Цзяо Инь соприкосновение с Инь на ноге относится к элементу металл и у всех точек особенно у точек располагающихся на нижних конечностях выраженная функция опускания энергии это связано с общей с общей канальной энергетикой и именно эта точка очень сильно опускает энергию Ян печени это актуально при подъеме артериального давления при Янских головных болях то есть болях с распиранием когда у вас стучит в голове наблюдается пульсация также эта точка охлаждает жар успокаивает разум это выраженная психосоматическая точка то есть о всех тех психосоматических проблемах которых я вам рассказывал которые связаны с каналом желчного пузыря во всех этих ситуациях можно использовать 44 точку следующая точка 43 называется Си узкая долина она находится в межпальцевом промежутке и ее необходимо придавливать вот сюда в сторону четвертого пальчика перед суставчиком эта точка устраняет объединенный синдром сырости жара является дистантной точкой она используется при заболеваниях ушей при различных отитах при шуме в ушах и также это анальгизирующая точка с влиянием на область верхней и нижней челюсти следующая точка 41 если мы исследуем межпальцевой промежуток между четвертым и пятым пальчиком то в самом узком месте когда косточки вот эти вот сходятся в единое целое и находится данная точка она называется дзюлинцы дословно переводится как спуск энергии на ноге но у ней есть такое еще образное название то есть у многих точек на самом деле не одно китайское название а их несколько в современной номенклатуре договорились использовать какое-то конкретное и есть дополнительное название у этой точки оно переводится как падающие слезы и именно поэтому данная точка используется при слезотечениях и при любых психосоматических проблемах когда у человека наворачиваются слезы эта точка относится к элементу дерева эта точка элемент в элементе то есть она отражает всю суть работы данного меридиана и именно эта точка может запускать все ритмические процессы она влияет на все ритмические процессы в организме и если у вас где-то есть сбой в ритмических процессах любой процесс в нашем организме это ритм определенный есть часовые ритмы есть дневные есть месячные но это в любом случае ритм если вам надо нормализовать ритм любой функции либо работы любого внутреннего органа или системы то можно использовать вот эту точку как запускающую также эта точка является точкой ключом для опоясывающего сосуда даймай она используется при спазмах и нарушениях в области диафрагмы влияет на печень на селезенку и поджелудочную железу и это также специальная точка при болевом синдроме в нижних конечностях вот такая многогранная биологически активная точка следующая точка сороковая цю-сюй рынок у холма холмом названа наружная лодыжка если с нее соскользнуть как бы вот так вот по диагонали вниз там будет небольшая ямочка и в этой ямочке будет находиться сороковая точка она относится к категории юань нормализует поток энергии печени охлаждает жар в желчном пузыре это спец точка при почечной колике она обладает универсальным антиспастическим действием то есть если у вас есть какие-то спазмы то вы можете подключить в рецепт данную биологически активную точку следующая точка 38 ян-фу опора ян она успокаивает ян печени охлаждает жар и несмотря на то что она охлаждает жар эта точка относится к элементу огня для канала она является седативным и многие считают что если точка относится к элементу какому-то то она добавляет этот элемент это не совсем правильное воззрение в основном так и бывает но на самом деле точки связанные с элементом они гармонизируют элементы и это восстанавливает все в нашем теле гармонизирует пять элементов это седативная точка для канала и она является специфической точкой при нарушениях венозного кровообращения в области таза то есть это используется при геморроях это используется при различных гинекологических заболеваниях и чтобы найти данную точку надо расстояние между наружной лодыжкой и между суставной щелью то есть мы оцениваем вот здесь выступающую косточку большеберцовой кости вот это вот расстояние оно равно 16 цуньям и получается 38 точка находится на 1 четвертую это расстояние то есть на 4 цуня выше мы делаем просто мы это расстояние делим пополам потом еще раз пополам это будет 4 цуня но обращаю ваше внимание что она находится по переднему краю малоберцовой кости то есть в этом месте особенно у мужчин у которых мощные мышцы ее достаточно найти трудно мы сначала ищем вообще задний край кости его проще найти и потом ищем вот этот переход где заканчивается малоберцовая кость ее передний край то есть не вообще передний край кости то есть это будет большеберцовая кость а вот этой маленькой косточки если мышцы выражены ноги такие накаченные это бывает достаточно сложно сделать у женщин с этим обычно проще так и поступил вопрос по 41 точке спрашивают она помогает нормализовать режим дня то есть вовремя ложиться спать ответ такой что вовремя ложиться спать это все только сознательное действие точка вас автоматически не уложит но многие говорят что вот я там пробую нормализовать режим дня но я от этого как бы не могу заснуть вот в этом она может помочь но ее надо использовать для запуска то есть ложиться спать это не начало процесса это конец процесса то есть сон ну хотя мы как бы и ложимся спать но на самом деле начало сна это конец бодрства то есть эту точку надо запускать утром когда вы встаете вот и когда вы просыпаетесь вы запускаете эту точку и она будет потихоньку отлаживать ваш режим дня но все равно ложиться вовремя вам необходимо и как раз раннее укладывание спать ну как раннее то есть когда начинается активность желчного пузыря нам лучше спать уже то есть это 23 часа по местному времени то есть вам надо лечь в 10 либо самое позднее в 10 30 чтобы уже к этому времени засыпать и когда мы спим во время активности канала желчного пузыря и печени у нас лучше всего восстанавливается нервная система и самый качественный сон ну и весь отдых целом и следующая точка это 37 уан мин яркий свет это ло точка она располагается на 1 цунь выше 38 то есть это 5 цуней над наружной лодыжкой технически проще и быстрее найти 38 точку а потом подняться на 1 цунь это происходит из-за того что 5 цуней откладывать не очень удобно быстрее разделить пополам пополам и добавить 1 цунь чем напрямую 5 цуней откладывать смотрите попробуйте так и так я обычно нахожу 38 потом добавляю 1 цунь и сразу попадаю на 37 точку это точка гуан мин 37 яркий свет и она дает такой интересный эффект что эффект просветления в глазах если на нее повоздействовать особенно так интенсивненько то как бы возникает такое ощущение что яркость окружающего мира она увеличилась то есть она влияет на кровообращение в глазном яблоке и также это спец точка с влиянием на венозное кровообращение нижних конечностей следующая точка 36 называется вайцю наружный холм это точка щель противоболевая для канала и точка позволяющая очистить всю канальную меридиональную систему и устранять блоки течения ци она находится на 7 цуней над наружной лодыжкой то есть чтобы ее проще найти мы делим пополам и отпускаемся чуть-чуть пониже также обращаю внимание что все предыдущие точки находятся по переднему краю малоберцовой кости эта точка влияет на состояние нарушения подвижности в нижних конечностях и также используется если есть атрофия мышц в ногах это может быть и при травмах это может быть и при системных заболеваниях это может быть как результат инсульта во всех этих случаях эту точку можно применять следующая биологически активная точка 34 Янлинсуань источник Ян Ухалма она относится к категории земля это одна из очень мощных биологически активных точек она относится к точкам восьми средоточений то есть в этих восьми точках накапливается энергия дзин которая связана с прародительской энергией юань и 34 точка она накапливает энергию связанную с сухожилиями это спец точка на состояние эластичности всех сухожилий и именно она может помочь вам в вашей гибкости в развитии ее в эластичности эта точка также обеспечивает гладкое течение энергии как печени так и желчного пузыря рассеивает синдром сырости и жара и при заболеваниях мышц обычно ее комбинируют с точкой РП9 то есть если есть любое повреждение мышц либо патология связанная с состояниями мышц в том числе к этому относятся заболевания позвоночника то во всех этих случаях удобно комбинировать 34 точку с 9 точкой по каналу селезенки вот мы рассмотрели точки 5 элементов и сейчас рассмотрим шу и мо точки связанные с каналом желчного пузыря мо точка канала желчного пузыря это 24 точка она находится на среднеключичной линии в 7 межреберье то есть это не самый краешек ребра а чуть выше поднимитесь это будет первое межреберье по среднеключичной линии вот эта точка очень часто болезненная поэтому рекомендую вам искать не на стороне печени то есть слева а сначала проверить правую точку вот если она уже эта точка болезненная то другая точка она тоже будет поврежденная вот но непосредственное влияние на физический желчный пузырь оказывает правая точка называется она жи-юэ дословно переводится как день и луна но иногда литературно переводят как солнце и луна ну из тех позиций что днем светит солнце но ночью солнца нет есть луна то есть эта точка гармонизирует и и и она очень хорошо запускает все дневные ритмы и если она болезненная это говорит не только о заболевании желчного пузыря и печени очень часто она болезненна при дискинезиях перегибах желчного пузыря и вообще в принципе это активная точка и она должна быть чувствительной то есть научитесь разделять ощущение болезненности и чувствительности то есть когда вы давите ну просто чувствуется что это чувствительная точка боль она вызывает спазм и дискомфорт если вот эта точка вообще никак не проявляется то есть вы там пальцем грубо говоря ковыряете у вас ноль реакции это говорит о том что есть выраженные застойные явления в системе желчного пузыря и ну скорее всего желч плохо отделяется желчный пузырь он переполненный он не функционирует тоже очень нехорошее состояние и как местная точка она влияет на состояние работы органов среднего обогревателя то есть на все наше пищеварение и это не мудрено именно воздействие на эту точку позволяет делать сброс желчи а выброс желчи заставляет включаться в работу все внутренние органы связанные с пищеварением и точка шу это девятнадцатая точка по каналу мочевого пузыря называется она дань шу находится на первой линии канала мочевого пузыря паравертебрально между поперечными отростками 10 и 11 грудного позвонка то есть чтобы ее найти вам надо найти последнее ребро то есть 12 над ним первый промежуток это 20 точка следующий межреберный промежуток это 19 точка то есть найти достаточно легко но если уж сильно там мышцы выраженной и напряженной то бывают определенные трудности в основном достаточно легко ищется эта точка и сейчас я вам напомню связи по правилам канала желчного пузыря он относится к элементу дерева связан по правилу инь-ян с печенью эта связь происходит через ло и юань точки из точки ло желчного пузыря 37 энергия перебрасывается в F3 из ло точки печени F5 перебрасывается в точку юань желчного пузыря в B40 также по юридической системе желчный пузырь относится категории пита связан с печенью и двумя другими органами пита сердца и тонкой кишки если вы видите дисбаланс желчного пузыря сердцем и тонкой кишкой то есть когда смотрим пульс органов и видим дисбаланс в дисбалансе независимости плюс минус красный желтый это без разницы но есть какой-то дисбаланс одновременно желчного пузыря сердца или тонкой кишки это говорит либо о психоэмоциональных проблемах либо об аллергических проблемах у человека по правилу муж жена желчный пузырь руководит каналом желудка и избыток можно сбросить из-за 37 точки канала желчного пузыря в 42 точку канала желудка и по балансу энергия в желчном пузыре должна быть чуть больше чем энергия в канале желудка тогда это соотношение является физиологичным все другое уже указывает на определенный диссонанс в этой энергетической системе канал желчного пузыря он достаточно длинный начиная от наружного края глаза он проходит делает такие петли в области головы далее проходит по надплечьем идет по боковой и передней боковой поверхности где как раз в районе мо точки делает внутренний ход и он внутренний ход связывается с одноименным органом и с органом связанным по инь-ян то есть печенью далее идет вниз и отходит в сторону тазобедренного сустава канал желчного пузыря влияет очень сильно на работу суставов и в первую очередь на работу тазобедренного сустава также есть веточки в этой области идущей к задне-срединному меридиану и контактируют с предыдущими каналами с каналом мочевого пузыря мочевой пузырь он является предыдущим по системе усин помним что вода предшествует дереву то есть ян дерева это желчный пузырь ян вода это мочевой пузырь то есть это вот эта связь дальше опускается вниз по наружной поверхности бедра и голени и заканчивается на четвертом пальце стопы изменения в этой области плюс работа таких крупных суставах как забедренный коленный и голеностопный сустав плюс работа четвертого пальчика это все показатель работы канала желчного пузыря плюс состояние крестцово-копчикового сочленения и подвздошного сочленения на него тоже большую роль оказывает состояние желчного пузыря и наше желчо-отделение проекционные зоны это прямые проекции это область печени вся также это область солнечного сплетения и область над плечей очень важная зона это над ключицей между ножками кивательной мышцы зона чувствительна к изменениям желчо-отделения как на стороне желчного пузыря справа также эта зона является рабочей и слева вот также рефлекторная зона это проекция тряпецевидной мышцы вопрос в чат поступил я правильно понимаю канал идет только справа или слева тоже все 12 каналов они идут как справа так и слева если орган физически находится только с одной стороны то точки направленные на работу именно физического органа они используются именно на той же стороне что и сам физический орган но наша энергетическая структура она отличается от физической структуры и точки и сам канал они идут с двух сторон я вам рассказывал на какие параметры в организме влияет канал желчного пузыря именно для обеспечения других функций кроме желчоотделения и нужна вот эта симметричная двухсторонняя структура на лице за желчоотделение в первую очередь отвечает область висков и также следует обращать внимание на цвет слизистых оболочек глаза и слизистых оболочек полости рта в первую очередь о застойных явлениях говорит желтизна легкая ну легкий такой желтый оттенок в медицине это называется субактеричность склеры глаза то есть мы нижнее веко немножечко оттягиваем просим человека смотреть при этом вверх и смотрим то есть под веком какой оттенок также при выраженных застойных явлениях мы можем увидеть желтоватый оттенок на налете на языке можем попросить пациента поднять язык вверх и посмотреть под языком слизистые оболочки у тех людей у кого выраженная пита у них цвет эмали зубов обладает таким ну немного желтоватым оттенком это например одна из характеристик врожденной питы доши то есть желтизна она проявляется ну во многих местах то есть это основные места проекции на что надо обращать внимание на лице со стороны желчного пузыря то есть это область висков их оттенок оттенки могут быть разные бывает на склерах это именно желтизна на коже лица особенно в области висков это может быть вот ну такой грязно зеленый оттенок вот его ну как бы не совсем правильно конечно может быть зеленым называть но ни к чему другому ближе его сложно отнести если вы когда-нибудь видели физические желчи ну например вы там сдавали диоденальное зондирование и есть там разные порции там их обычно наливают в такие пробирочки и вот вы видели цвет ну желчи застойной это как раз вот тот цвет очень похож который бывает на висках при застое желчи он такой грязно зеленый не могу вам так на словах этот цвет передать сфотографировать его тоже достаточно сложно потому что он виден не всегда прямо а немного под боковым зрением то есть под определенным углом он появляется то есть не всегда надо рассматривать человека вот так прямо и в упор лучше рассматривать человека так скажем периферийным зрением тогда вот эти цветовые оттенки они лучше видны спрашивают вопрос а прыщи у молодой девушки по краю лица ниже висков что означает ниже висков там находится зона тройного обогревателя и в принципе желчного пузыря эти зоны говорят о застое и желчи либо второй вариант но он как бы первый тоже не исключает нарушение гормонального фона если это только с одной стороны либо справа сильнее чем слева это больше за застой желчи если равномерно справа слева либо наоборот слева сильнее это больше говорит о дисгормональных явлениях надо еще посмотреть точки канала не только желчного пузыря но и тройного обогревателя плюс это может давать печень тоже близко к этой области и канал тонкой кишки пожалуй основные каналы которые могут давать дисбаланс в этой области ну и посмотрите на ведопульсе как распределяется энергетика в этих каналах может иногда проскакивать изменения вот в этих каналах и сейчас мы переходим практической части к проработке данной энергетической системы как всегда мы сначала запускаем малый небесный круг то есть задний срединный меридиан передний срединный меридиан задний срединный меридиан запускаем третьей точкой по каналу тонкой кишки кстати она активация этой точки может помогать при наличии прыщей и акне в области лица то есть попробуйте на нее повоздействовать и посмотрите если подсыпает или наоборот начинает уходить это в первую очередь связано с работой тонкой кишки из пищеварения но мы сейчас запускаем эту точку чтобы активировать задний срединный меридиан его прохлопываем от области крестца по задней срединной линии вверх по области головы и доходим до области рта и регулярное запускание малого небесного круга в том числе помогает нормализовать отток от головы возвращаясь к вопросу который был в начале нашего вебинара в следующем мы запускаем точку седьмую на канале легких она является точкой ключом к передне срединному меридиану и его прохлопываем от лона вверх по передней срединной линии к области рта и в завершении языком касаемся нёба либо есть другая позиция это языком касаемся перед зубами верхней челюсти то есть может такой и другой быть вариант и после того как запустили малый небесный круг прорабатываем канал желчного пузыря начинаем проработку от угла глаза особо дотошно можно конечно повторить вот эти все изгибы в области головы но большой надобности в этом нет можно сделать проще начать постукивание по костям черепа напротив наружного угла глаза и подниматься вверх и уже простукивать как бы вот такими полосами немного отступя от задней срединной линии мы по лбу простукиваем до затылка и вот так вот несколько линий ну минимум три при этом можно сделать такое упражнение простучать а потом это место вот пальчиками прижать кожу и подвигать кожу скальпа и обязательно надо нажать ребром ладони ну легеньким таким пружиняющим действием на сосцевидный отросток выступающий бугорок за ухом и вот эти вот легкие такие нажимы они стимулируют движение ликвара в головном мозге и способствуют оттоку от головы и в завершении простукиваем по затылку очень полезно смотреть состояние 20-й точки это точка выхода затылочных нервов они помогают и от давления и при простуде и поднимают иммунитет и венозный отток создают потом простукиваем по верхнему краю надплечья по верхнему краю трапециевидной мышцы опускаемся по боковой поверхности туловища и живота в области ягодиц хлопаем себя по ягодицам по наружной поверхности бедра здесь китайские специалисты даже рекомендуют хлопать не ладонью а кулаком потому что мышцы выраженные напряженные и здесь на одном месте задерживаемся подольше до 4-5 ударов по одному месту потому что канал залегает глубоко и чтобы его активировать нужно более интенсивное воздействие опускаемся вниз на стопу и идем к четвертому пальцу и там завершаем наше воздействие таким образом мы прорабатываем весь канал желчного пузыря так скажем во время его максимальной активности лучше не трогать потому что вам надо спать а если вы его проработаете то пойдет и желчное отделение и энергии добавится если желчное отделение пойдет то может через некоторое время через полчаса и через час захотеться в туалет потому что желчное отделение оно способствует активации работы кишечника то есть это лучше перед сном не делать если вы хотите нормально спать вот можно делать либо привязываясь к время активности канала сердца так как они противоположны по времени либо просто это делать утром когда вы проснулись вот то есть тем самым запускать дневной ритм и завершение не осталось вам осветить активные точки мы сейчас немного убыстрились и канал желчного пузыря он отвечает за работу энергии в декабре он включится активно с 8 декабря по 7 января и все это время будет активно точка ВБ 34 14 декабря весь день будет активно точка 41 и 26 декабря будет активно точка 38 вот на этом все что я хотел вам рассказать о канале желчного пузыря сейчас отвечу еще на один вопрос вопрос следующий когда массирую рукой в районе 36 38 точки отдает в область под лопатки под лопаткой слева как иголкой это возможно но насколько я помню у вас же есть проблемы с ритмом сердца но сейчас конечно намного меньше чем было раньше но это показатель того что работа желчного пузыря вот по правилу вверх низ максимальной минимальной активности влияет на работу сердца и проработка вот этих точек она помогает работе сердца то есть вам надо более так скажем нежно прорабатывать и массировать вот эти точки а вот это взаимодействие желчного пузыря и работы сердца писал в своих работах еще Боткин в начале прошлого века так что это все закономерно как с позицией традиционной китайской медицины так и европейской кардиологии благодарю вас за внимание приходите на наши следующие мероприятия желаю вам успехов в изучении и практике традиционной китайской медицины аюрведы практикуйте все в едином ключе благодарю вас за внимание до свидания субтитры и субтитры субтитры и субтитры Продолжение следует...